Здравствуйте, это программа Футбол России и мы продолжаем следить за самыми важными и интересными событиями, которые происходят в нашем чемпионате. Московский Спартак, лидер первенства России, одержал очередную победу. На этот раз был обыгран Анжи со счетом 1-0. Спартак продолжает лидировать и мы отправились в гости к спартаковцам на базу в Тарасовку, чтобы поговорить с капитаном московского Спартака, полузащитником Денисом Глушаковым. Денис, первый вопрос. Как сейчас ваше здоровье? Здоровье нормально, в принципе, уже лучше, чем после матча с локомотивом. А что было вообще, какая травма? Ну, надрыв был, приводящий мышцы, там такой спазм. Проверили на МРТ, увидели повреждения. Ну, сейчас лечусь, в принципе, по индивидуальной программе и на днях будет понятно, как у меня за неделю все прошло и состояние моего здоровья. То есть вы сейчас тренируетесь по индивидуальной программе? Ну, у меня индивидуально, я как бы там по индивидуальной программе, у меня, да, каждый день там велосипед, восстановительные какие-то программы, процедуры, постоянно какие-то делаю. Вот, а так все нормально, в принципе. И в ближайшее время должно решиться, сыграете вы с локомотивом или же нет? Ну, решится буквально день-два, я думаю, и все решится. Вы долго выступали за локомотив. Для вас это по-прежнему какой-то важный принципиальный соперник? Ну, локомотив всегда, как бы, для меня, наверное, будет особенным соперником, потому что я там 8 лет, ну, играл, и локомотив дал мне, да, дорогу в большой футбол, можно сказать. Ну, когда играешь, можно сказать, так, против своих, там, да, можно так сказать, всегда есть какие-то другие эмоции ощущаешь. Ну, как бы уже последние, наверное, одну-две игры последние, как бы не было такого прям особенной соперника. Первая встреча наша была, да, я там хотел выиграть, рвался там, еще что-то. А сейчас уже как-то спокойнее отношусь к этому, ну, как к обычному сопернику. У вас есть друзья, вот, не просто приязели, а прямо друзья в московском локомотиве? Рома Шишкин был, сейчас ушел, как бы, да, в Краснодар. Ну, а так остались товарищи просто. Друзей прям вот таких ярко выраженных нет. Ну, вы следите за тем, что происходит в локомотиве? Юрий Павлович пришел, Ольга Юрьевна ушла. Ну, много, да, много перемен, но не прям так глобально слежу за футбольным клубом «Локомотив», как и за всеми остальными, наверное, командами. Ну, давайте тогда вернемся все-таки к команде, которая для вас команда номер один, команде, где вы сейчас играете, к московскому «Спартаку». У Каррера есть что-то особенное, вот, именно в процессе этих самых зимних сборов? Новое. Да, нет, в принципе, такого прям вот нового ничего я не ощутил. В принципе, не первый день футбол играю, да, и много было специалистов на моем пути. Ну, где-то что-то попадалось у кого-то, не прям вот одинаковый, да, процесс тренировочный, ну, плюс-минус, где-то одинаковый. Ну, футбол не стоит на месте, как бы, двигается вперед, и... Нового ничего не увидел такого. И не надо выдумывать, в принципе, в футболе велосипед, я думаю, для нас его уже создали. Я просто читал ваше интервью, вы говорили, что, когда пришел Каррера, тренировки изменились очень редко, то есть они просто стали другими. Да, у Оленичева больше акцент был, наверное, на технику, технические упражнения. А когда Каррера пришел, здесь сразу стало больше физики, наверное, может, больше даже чуть-чуть тактики, хотя с Оленичевым тоже были тактические упражнения какие-то. А у кого из тренеров, вот из многочисленных, с кем вы работали, были самые сложные сборы с точки зрения физики, с точки зрения нагрузок? Тут по-разному реально, тут по-разному. Каждый предсезонный сбор, в принципе, со всеми тяжело. Я говорю, со всеми работаешь, бегаешь, но прям вот так, чтобы умирали. Со всеми можно сказать, что было, но и не сказать одного кого-то выделить. То есть я так понимаю, что вы человек, которого физическими нагрузками не испугаешь? Ну, я нормально. В принципе, у меня и позиция такая, где надо много бегать. Так что я привык к этому. Вы довольно долго работали с другим в сборной, довольно долго работали с другим именитым итальянским тренером, с Фабио Капелло. И в интервью говорили, что есть у итальянских специалистов что-то общее. Вот чем они похожи, Каррера и Капелло? Я думаю, у них менталитет, дисциплина на первом плане. Вот так сразу, если бросается в глаза, вот это вот. Может, где-то эмоции, которые были у Капелло, и Каррера можно тоже сравнить где-то плюс-минус. Кажется вообще, что Каррера более такой веселый человек, чем Фабио. Тот совсем был суровым. Да нет, Фабио тоже нормально, в принципе, был в жизни. Он мог пошутить, поприкалываться, где-то улыбнуться в коридоре или еще где-то. А когда есть команда сидит, то он всегда был строгим. И всегда хотел, чтобы была дисциплина в команде. Каррера такой? Ну, это два разных специалиста. Я думаю, что пока Каррера и Капелло далеко, потому что Каррера очень именитый тренер. И Наталья, наверное, легендарный тренер. Кого он тренировал, где он тренировал, сколько он выиграл титулов. У Карреры пока это, я думаю, первая команда, где он первую команду возглавил как главный тренер. Так что при всем уважении пока рано сравнивать, я думаю. Массимо выучил уже русский язык? Кто-то знает, вот чуть-чуть, он и говорит, как раз чуть-чуть. Играться. Играться и так далее. Когда он после матча с Анжи команду собрал в центре, о чем говорил вообще? А меня ж не было, я ж не играл. Нет, ну наверняка вам-то рассказали, что именно там было. Да нет, просто ребят подбодрил, как обычно, сказал, что двигаемся дальше вперед. Но я так в краткости вам сказал. Естественно, у «Спартака» серьезное комфортное преимущество, но здесь нужно обратить внимание на календарь. Матчи до окончания первенства еще достаточны. Вот ближайшие встречи, которые предстоит провести московскому «Спартаку». Просто посмотрите. Итак, поединок с «Локомотивом», который вроде набрал неплохой ход. Дальше матч с Оренбургом. А дальше «Уфа», которая показывает хороший результат, набирает очки. С прошлой зимы, еще с декабря как играли, так и продолжают неплохо играть под руководством нового главного тренера Сергея Симака. Далее «Зенит». Тут что-то комментировать, я думаю, и не нужно. А дальше поездка в Ростов. Как умеет Ростов дома играть? Ну, Бавария и Манчестер Юнайтед могут рассказать. В общем, ну, самое интересное и самое сложное еще впереди. Привыкли к тому, что все истории вокруг «Спартака», они очень живо обсуждаются. Вот недавно руку вроде как не пожали с Карерой, руки друг к другу, и немедленно вокруг этого так раздули небольшую историю. Ну, вот все замечают, да, журналисты, это все замечают. А в команде, в принципе, такого прям не замечают, что о нас там пишут очень много или еще. Ну, понятно, что у нас играем и живем там следующей игрой, можно сказать. Так что думаем об этом. Команда чувствует давление? Болельщики ведь уже сжали кулаки, вот ждут, когда придет этот самый чемпионский титул. Зачем об этом говорить? Сколько лет уже все говорят, вот, сейчас выиграем чемпионство, еще что-то. И, в принципе, ребята тоже об этом не говорят. Ставь в команде, как-то идет это все корректно. То есть сейчас вот вы находитесь в хорошей физической форме? Ну, даже, наверное, очень хорошо, что и порвался. Переподготовился, перегорел, можно так сказать. Ну, в принципе, хорошее было состояние физическое. Вышел, наверное, на пик формы, и из-за этого где-то мышцы, может, не выдержали. Может, даже переборщил с нагрузками. Потому что я был без отпуска, я думаю, я ссылаюсь на это. Был без отпуска, в принципе, рождение дочери, да, сидел там в Москве. Понятно, это отдых, счастье, но в отпуске надо отдыхать все же, привезти там пару лишних килограммов. А я приехал уже в хорошей форме и готов к сбору, можно было так сказать. Тот факт, что стали отцом недавно, во второй раз, мы вас поздравляем, в общем, не мешает находиться в бодрой физической форме? Вообще никак. У меня, когда первая родилась, я лучший бомбардир команды был. Так что я два раза ночью вставал, кормил, переодевал памперсы. Так что для меня дети, это, наоборот, наверное, счастье и толчок вперед. В игре с Краснодаром что не получилось? Все-таки команда действительно играла хорошо, но не сумела победить. Ну, конечно, были хорошие моменты, во-первых. Из-за того, что два форварда нагрузка на центральных полузащитников изменилась, она увеличилась? Ну, конечно, вырос, больше стал, потому что на одного игрока меньше в центре поля. И знали, что у Краснодара будет три в центре полузащитника. Где-то, может, были у нас небольшие провалы, потому что центр надо было начисытить. Но я думаю, что справлялись. Где-то выпадали, где-то, наоборот, было преимущество. Так что это тактический ход тренера. Я думаю, что, в принципе, все довольны, мы выполнили его задумку тренера. Ну, к сожалению, результат 2-2, но такое бывает. Это хороший соперник Краснодар, как-никак играет в Лиге Европы. А что же будет, когда три форварда, когда еще и промес? Ну, промес не нападающий, он вчера играл справа. Нет, но он тоже живет, он из группы атаки. Понятно, что он не нападающий. Ну, туда и Самедова можно туда засунуть еще, да. Ну, я думаю, что мы придумаем к следующему матчу, как мы будем играть. Вы в центре поля играете вместе с Фернандо. Как его партнер по центру полузащиты, вы можете сказать, какое у него сильнейшее качество? В чем его главное достоинство? Ну, видение поля, наверное, технику. Не зря этот футболист выдавался в сборной Бразилии. Поиграл в хороших командах. Вот. Объем хорошая, работы дает. Вам же доводилось против него играть за сборную? Да, друг против друга играли. Даже есть фотография где-то у нас с ним, где мы... Он мне показывал, я ему показывал, что мы встречались, да, на Стэнфорд-Бридж. Хороший был матч. Я думаю, бразильцы отскочили в конце. Так что мы выигрывали нормально все. Не могу не спросить, все-таки у кого лучше стадион? У Спартака или у Краснодара? Ну, конечно, Спартака, потому что, во-первых, домашний, родной. Краснодар я не могу судить, потому что я на нем только на футбольном поле был и в раздевалке. Я по нему не ходил, нигде ничего не видел. И хотел бы, конечно, посмотреть, может. Но отдать должное, это, наверное, тоже топовый стадион. И есть свои плюсы. Это потрясающее табло, которое у них там на стадионе. Супер. Я такого не видел, табло еще нигде. И видно, что даже по раздевалкам, как все качественно сделано. С душой. Так что это хороший стадион. А так сравнивать тяжело. А есть помимо любимой спартаковской арены еще какой-то стадион, где приятнее всего играть? Тоже Стэнфорд-Бридж супер был. И поле, и газон, и трибуны рядом все. Но много так, в принципе, стадионов. Сразу и не вспомнишь. Прямо Маракана понравился на чемпионате мира. Вы в интервью говорили, что встречались с Леонидом Федуном, о чем-то его просили касательно сборов. То есть, в общем, получается, что общение с владельцем команды, с Леонидом Федуном присутствует. Когда нам приставляли карреру, он приезжал на базу, общался со всей командой. Сказал, задавайте вопросы. Мы ему задавали вопросы. И все то, что мы просили у него по поводу сборов, ну, что-то такое рабочего характера. Он все выполнил. Так что не бывает мелочей в футболе. Надо, я думаю, что для футболистов делать то, что футболисты просят. Понятно, мы не просим там миллионные контракты или еще что-то. Просто в структуре я имею в виду, чтобы было комфортно футболистам работать, можно так сказать. Вас недавно выбрали капитаном команды. Вы удивились? Ну, не то, что неожиданность. Я заканчивал чемпионат. По-моему, Артем Ребров сел в запас и отдали мне капитанскую повязку. Я выводил команду. Последние там 4 или 5 туров мы выиграли. И, наверное, из-за этого и сказали, что будет переголосование капитана. И это выбрали. Ну, не прям неожиданно. Чувствуете себя уже боссом, там, вожаком? Не боссом. Я говорю, что у нас вся команда такая, как сказать, ровная, наверное, да, подобрать даже слова, не знаю. Все бойцы, все с характером, с хорошей атмосферой. Так что я думаю, что не стоит портить что-то в команде и говорить, что я здесь главный или я босс. Так что это неправильно. Давайте еще раз вспомним результаты 19-го тура. Итак, Спартак выиграл у Анжи. ЦСКА убедительно переграл Томи. У Томи серьезные проблемы. Ростов и Терек забить друг другу не смогли. Там ничья. Обратите внимание на то, что продолжают стабильно набирать очки. Уфа и Амкар продолжают держаться в верхней части турнирной таблицы. Турнирная таблица. Смотрите внимательно. Зенит и ЦСКА сравнялись. Если говорить о набранных очках, никого уже не удивляет тот факт, что Уфа и Амкар преследуют лидеров. Но обратите внимание, насколько велика плотность в верхней части турнирной таблицы. И, конечно, то, что нельзя проигнорировать, это лидерство московского Спартака. Его преимущество над преследователями достигло 8 очков. Итак, 8 очков. Серьезное преимущество, но насколько оно крепкое? Насколько все безнадежно для преследователей и конкурентов? Мы задали Денису вопрос, который не задать, наверное, было нельзя. Итак, Денис, 8 очков преимущества. Это похороны? Нет. Нет? Вам уже доводилось переживать вот такой неприятный период, когда было большое преимущество у вашей команды, а потом оно растаяло? Ну, у меня нет, но я был в «Локомотиве», по-моему, в дубле, ну, под основой где-то. Вот, и «Локомотив» потерял тогда чемпионство. Тоже 8 очков был отрыв. И последние туры, я там не помню, 5 или 6 туров «Локомотив» не мог выиграть. Это 2008, по-моему, или 2007 год был, что «Локомотив» вот так профукал, можно сказать, чемпионство. Главное достоинство нынешнего Спартака? Команда. Просто команда. От ребят. А кто, в принципе, из иностранцев, из легионеров уже лучше всего адаптировался? Кто практически русский? Ну, Бакетти, конечно, у него уже и супруга русская, и общается, и давно он в России. Ну, общаются, в принципе, и Адриана, и Фернандо понимают по-русски, они играли на Украине. А кто еще? Квинсию адаптировался уже хорошо. Я хочу сказать, что такой маленький период, не все игроки-легионеры могут так, ну, и разговаривать по-русски, да, какие-то слова говорить. И у него видно желание, что он хочет по-русски разговаривать, общается, учит, постоянно что-то переспрашивает, как там это надо сказать, как это сказать. Как вопрос задать или еще что-то. Так что подсказываем ему. Этот сезон один из самых успешных для Дениса Глушакова, может быть, и самый успешный, пока он забил 4 мяча, но все это были мячи исключительно важные, которые приносили спартаковцам успех. Давайте посмотрим. Итак, Денис отличился в важном поединке с Ростовом. Кроме того, в матче с ЦСКА, тут уж и говорить нечего, насколько важен был этот гол. Плюс Амкар, в концовке матча мы это помним, и плюс Рубин. Все соперники крайне неуступчивые, колючие, а до конца чемпионата еще достаточно матчей, ну, для того, чтобы этот голевой счет мог увеличиться. Главное, Денису здоровья. Этот сезон для вас самый удачный в карьере? Я бы не сказал, что прям вот сильнейший сезон, но по самоотдаче, наверное, да, по характеру. Ну, я не знаю, статистику не вел, сколько мы в том позапрошлом, там, три года назад забивали, да, но, знаете, лучше три очка зарабатывать и 1-0 выигрывать, чем там шесть забить, пять забить и три очка всего заработать за, там, три-пять игр, а лучше по 1-0 спокойненько и вперед. Получили вы недавно вызов в сборную, ожидали этого? Ну, хочется, это сборная, очень хорошие уровни, так что тяжело будет с ними играть, и с Кудиваром играть, интересно. Это, можно сказать, последний шаг перед Кубком Конфедерации, проверить свои силы сборной. Будем готовиться. Тот факт, что приходится готовиться к Кубку Конфедерации вот через контрольный матч, как говорит Станислав Саламович, а не проводить официальный, отборочный, мешает? Ну, я не так много, в принципе, там, две игры только всего сейчас сыграл за сборную, да. В сборную уже давно, и, в общем, доводилось постоянно играть официальный матч, отборочный, турнир, сейчас этого нет. Ну, я бы не сказал, я думаю, что просто тут, прежде всего, надо проверить свои силы, наиграть какие-то связи, и там сборная подготовилась к Кубку Конфедерации. Можно было бы, конечно, побольше матчей сыграть, бы вообще даже, там, товарищеских, да, чтобы проверить свои силы, но, к сожалению, такой регламент, что, когда сборная играют, и мы должны так подстраиваться, играть. Вам недавно исполнилось 30 лет, по сути, самый расцвет. С одной стороны, много опыта, с другой, много сил. Чего не хватает в Алисту Гушакову? Чего он еще не добился? Ну, я не буду говорить. Понятно, почему вы не говорите? Да. Ну, и выступление на домашнем чемпионате мира? Ну, на мире, хотелось бы, в Кубке Конфедерации, хотелось бы удачно сыграть, выиграть, это понятно. Каждую игру будем играть на победу, и, конечно, чемпионат мира. В принципе, я был на чемпионате мира, и на Европе был два раза. Да, забивали на чемпионате мира? Да, кстати, забыл. Просто мы проиграли. Когда выиграешь, запоминаешь голы, а когда проиграешь, особо не так запоминаешь голы. А вообще, какой гол, вот сразу вспоминается, забитый в вашей жизни? За сборную? Ну, за сборную или за клуб? Ну, это много голов. Это, можно сказать, и первый гол в премьер-лиге, да, который, там, вообще, как сейчас помню, и, там, гол Зениту, когда обыграл Амкару, сейчас вот забил. Есть такие голы Краснодара, тоже красивые, там, года 4-5 назад до Локомотива. Много голов, так можно перечислять, в принципе. Но каждый гол по-своему, и, там, тот же первый гол за сборную, можно вспомнить, который в памяти сидят. Спасибо большое. Мы общались с Денисом Глушаковым, с капитаном московского «Спартака». «Спартак» продолжает лидировать в нашем чемпионате, а «Футбол России» продолжает наблюдать за тем, что происходит со «Спартаком» и другими российскими командами. Всего доброго, смотрите «Футбол России», до свидания и удачи.